всем привет друзья 3 апреля мы на канале породные куры в оренбурже меня зовут вадим вот сегодняшний такой обзор значит отчет по яйценоскости за март месяц и отвечу на пару вопросов зрителей отчет хотел по яйценоскости закурковать не показывать но ребята требуют тут больно нечем хвалиться ну ладно разведу такую рублику любой результат это результат показываю как есть короче вот что хочу сказать март месяц получился провальный в плане яйценоскости показу картину какая она есть на самом деле без приукрас значит традиционная таблица месяц породы которые есть хозяйстве и по дням сколько в какой день какая порода нанесла вот значит старшая семья пушкинских младшей семья пушкинских царско-сельские две семьи хохлат и маран поместные и павловские это вот тут сколько кур в семье и дальше сколько каждый день они нанесли вот 9 кур семьи пушкинская вот так вот так вот так вот так 101 яйцо за месяц за 31 день за 31 день 101 видите как просели 11 яиц на курицу вообще ни о чем для пушкинской младшая семья 8 кур вот так 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 81 яйцо 10 яиц на курицу царско-сельские старшая семья 4 курицы вот так вот так вот так вот так вот так 48 12 яиц на курицу вот для сравнения чтобы вы поняли сколько у этих же кур на этом же форме февраль месяц допустим вот царско-сельскую там было в прошлом месяце в марте 12 яиц вот феврале вот февраль ведь царско-сельские 4 курочки 77 нанесли 19 почти пополам вот младшая семья 18 нанесли 129 яиц снесли это феврале было в марте сейчас посмотрим младшая семья вот так 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 84 яйца тоже 12 есть вот а было 18 вот насколько меньше хохлаты вообще можно сказать не неслись и курицы февраль январь они были в лидерах хохлаты 15 яиц нанесли 5 яиц на курицу отдыхали хохлаты и вот три курицы это февраль 17 яиц на курицу а в марте 5 яиц на курицу видите как насколько просели так а в январе у хохлат их я просто написал 64 яйца тут было четыре курицы потом одна пола поэтому вот короче пополам просили вот единственный кто март сработал стабильно средне как как они эти предыдущие месяцы были это маран они как несли так вот удовлетворительно так они 5 куриц вот 3 2 3 2 3 2 3 2 нанесли 61 яйцо 12 яиц на курицу в прошлом месяце у них было 13 яиц на курицу ну то есть почти так же вот миксовые просели сильнее всех просели миксовые хохлаты вот 9 яиц на курицу ну и павловская после побоев она долго отдыхала не неслась там этот перебаливала вот так она снеслась вот в конце месяца уже начало 1 2 снеслись обе ну 8 яиц нанесли то есть за месяц все кур снесли 469 яиц феврале это в марте за 31 день 469 и феврале за 29 дней 829 пополам просели вот такой такая яйценоскость ну вот апрель начался получше вот все вот допустим младшая семьяц раскосельских 7 куриц оба дня вот 1 2 апреля по 5 яиц пушкинский вот по 4 то есть выравниваются перекур видно у девчат закончился вот так такой результат какой есть значит вот такие вот отвечаю на вопрос вчера был под роликом вопрос в комментарии как вы получили зеленые яйца вот вот видите там всякие оттенки болотные там зеленые или как там их еще можно обозвать там оливковый кто говорит как я не знаю значит множество пород которые несут цветные яйца таки как их называют кур несущие пасхальные яйца вот у меня вот такого плана яйца несут маран черно-медный там у марана множество окрасов они все несут такого плана яйцо есть еще вильзувер барневельдер вот с таким вот оттенком яйца вот голубые яйца у меня амираукана вот есть еще там араукана ликбары то есть тоже много всяких пород вот при скрещивании я брал петуха марана несущую гену такого яйца и курочку амираукана на выходе у меня получилась вот такая картина можно наоборот вот такого петуха амираукана на курочку марана получим то же самое может оттенок чуть-чуть другой будет единственно почему я посмотрел вот алексей канал перната дозор он миксовал мараном потомство несет крупное яйцо и сами куры покрупнее и я также сама начал делать действительно потом что было крупные они как цветной броллер блин и яйцо такого плана вот крупного вот а вот ну вот можно сравнить даже вот видите вот это вот это был папа маран мама амираукана вот на выходе вот такую а это наоборот вот петушок амираукана на курочку марана пускал вот насколько меньше видите то есть цвет почти тот же самый но только и птичка меньше и яйцо маленькое лучше крестить вот брать петуха марана он дает крупное потомство и яйцо это потомство несет крупные давайте сравним весы 0 вот это когда был петух маран курочка мераукана вот такого плана яйца до 64 а это наоборот петушок было мераукана а курочка маран вот 50 грамм то есть 51 грамм на 13 грамм легче вот поэтому вот в эту сторону лучше крестить когда берем петуха марана так ответил вот там же вчера или позавчера написали не могу просвечивать кто-то там девочка какая просвечивать маране яйца от маранов никакой вас коп не пробивает как как вы выходите из этого положения вот мне когда-то подогнал лёха канал пернатый дозор вот такой фонарик я уже показывал его и вот никакой авоскоп не нужен он пробивает любые маране яйца вот днем видите вот а в темноте вообще все насквозь видно вот 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 явно уже два года до уже два года я им пользуюсь вот видите днем все пробивает все в потемках вообще тут множество всяких положений вот в охотничьих магазинах они продаются военторге в охотничьих вот я уже покупал тоже другу в подарок блин сейчас батарея отключится так все поставлю на паузу вот включил заряд включил зарядное устройство а то чуть не выключился этот телефон батарея разрядилась вот военторгах вот такие вот продаются вот можете приобрести никакой вас коп не нужен очень удобно так ответил и там же значит по поводу веса инкубационного яйца какого вес какой вес яиц вы отбираете на инкубацию значит там уже и под этим вопросом уже двое ли трое написали ответ от 55 и выше вот ну и в зависимости от породы но я с этим соглашусь единственное то что в чем я не согласен вот в идеале до 55 и выше ну а если молодая курочка вот я у себя дома знаю точно что курочка молотка вот она разнеслась но яйцо еще не вышла на весом 55 и выше но курочка хорошая у нее есть потенциал она вот несет вот это вот очень яйценоская вот она это поместно вот у нее 53 грамма 55 грамм нету но я знаю что она разнесется и у и она очень хорошая курочка почему от нее не взять яйцо на инкубацию вот я тут не согласен что именно от 55 ну конечно желательно в инкубатор когда делаешь закладку чтобы они поровнее были одним весом вот его складывать удобнее выводиться дружнее будет но почему не положить яйцо 50 граммов а если ты знаешь что это точно молотка вот 54 грамма почему его не взять вот конечно если курица уже бабака там двухлетний и у нее там взял яйцо она там 48 грамм 50 грамм то она нафиг не надо и потом с собой такое но если это молотка почему не заложить вот 50 граммовое яйцо выведется ровно такой же цыпленок еще крупного обгонит на этот 56 нет тут на 50 граммов вот 50 грамм вот этот молотка поместная почему его не положить я закладу и будет отличный цыпленок вот как но это я так делаю вы как хотите я считаю что никакой разницы не будет также вылупиться обгонит вот такого цыпленка из крупного яйца единственное то что в первый день вот такой конечно цыпленок будет покрупнее но это там три дня и они сравнялись и даже не заметите какой был смелку какой бы скрупно это уже проверено миллион раз ну и да вот такие вот курочки вот допустим как павловская она в принципе может и не снесет никогда 55 грамм может и снесет они она мне еще новую породу вот 52 грамма был уже вот 46 грамм почему его не заложить она маленькая курочка вот поэтому если мелкие курёхи вот амираукана 52 грамма вот яйцо 52 грамма я его тоже закладу она выведется и будет прекрасный цыпленок вот как то так ну конечно красиво когда вот так вот они тут все 60 грамм с плюсом или вот так да но если то молотка почему не положить я покладу вам решать себе вот 63 конечно красиво 63 положить вот еще там тоже никогда не мыло ну вот как вот такое положить вот она вот они вчера бегали по лужам выпустил вчера пушкарей но лучше помыть я мыл по всякому и сейчас от мою в уксусе она заодно и дезинфекция и шкурка в скорлупа размягчается особенного для яиц марана это хорошо в уксусе помыл до этого мыло в марганцовки и протирал ватным диском перекиси водорода даже просто в теплой воде помыть это уже вот эти вот какашки от который на яйца не будет там в при инкубации в этой среде где влажность и температура по-любому развиваться будут нехорошие какие-нибудь бактерии которые повлияют на цыпленка лучше помыть вот как-то так ну это я говорю за себя не скажу вам за всех а вам решать уже как поступать со своими инкубационными яйцами вот так все всем спасибо за просмотр до новых встреч пока пока